В грядущей битве Прилат полагался на помощь Зелнага. «Найди ключ, что дарует вам надежду». Эти слова, прозвучавшие из Уста Садара, указывали на то, что артефакт может быть путеводным камнем к обители Творцов. Если сражаться с падшим Зелнага, то это можно сделать только с помощью других Зелнага. Зератул воочию увидел мощь Темного, и в одиночку Протосам, даже при поддержке Роя, ни за что с ним не справиться. Но что если у них не выйдет? Что если истинных Зелнага так и не удастся отыскать, а времени так мало? Все эти раздумья все сильнее омрачали сознание, и Зератул предпринял отчаянную попытку достучаться к холодной пустоте космоса. Возможно, они где-то там, дремают. Этот сигнал бедствия, посланный им, станет запасным вариантом. Смогут ли Деламы активировать ключ? Смогут ли разгадать его загадки? Укажет ли он действительно путь к мифическому Ульнару? Если нет, возможно, хоть этот сигнал бедствия достигнет своего адресата. Зератул ни в чем не был уверен, но он жил надеждой. Ответственный момент настал. Момент столь долгожданный для каждого Кхалая и Неразима. Армия была в полной боевой готовности. Что может быть более священным, чем возвращение родного дома? Однако Артанис колебался. Чтобы привести мысли в порядок, он уединился на луне Саалок. Смотря на Айур, его охватывали как ноты ностальгии, так и тяготы предстоящих потерь. Калдалис, один из самых рьяных и доблестных защитников Айура, почувствовав мрачные мысли лидера Деламов, решил поддержать своего Иерарха. Они вспомнили как взлеты, так и падения своей славной цивилизации. Как научные, так и моральные. И все они неразрывно были связаны с Айуром. Но, возможно, прошлое стоит оставить в прошлом. Эта миссия суицидальна. Их и так мало. А ее исход может вообще поставить точку на их существовании. Аргументы Артаниса имели вес. Но Калдалис до конца был верен клятве. Кто они без Айура? Непрекаянные скитальцы. Лишь тени истинных перворожденных, которые до конца своих дней будут сожалеть о том, что не воспользовались этим шансом. Это высшая честь. Я готов отдать свою жизнь за возможность вернуть наш родной мир. Единый для всех протасов. Ты дал мне надежду. Единый мир для всех протасов. Он станет таким благодаря воинам вроде тебя. Возвращайся, Артанис. Веди нас домой. Калдалис. Жизнь за Айур. Жизнь за Айур. Уверовав в правильность своих мотивов, Артанис приободрился. Он готов был выступить перед своими воинами. Финальное напутствие перед предстоящей битвой. Не все ее переживут. Скорее даже большая часть погибнет. Но это решение каждого перворожденного. Как коллективное, так и индивидуальное. Ни один не дрогнул. Ни один не отступился. Все в унисон поддержали своего иерарха. Все, кроме Зератула. Вы должны остановить вторжение. Зератула. Жамплиеры! Хватить свидателя! Нет! Выслушаем его. Глядет последняя война. Омон темный вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Омуна захлестнет всю Галатю. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айю. И это лежит на мне тяжким временем. Артамис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе с Зератулом. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Атака была стремительной. Но сопротивление Зергов оказалось не менее яростным. Колдалис находился в составе Акун-Делар. Передового штурмового отряда. Именно они самыми первыми столкнулись с захватчиками. Именно эти перворожденные проложили путь для своих собратьев. И приняли на себя основной удар. К сожалению, Колдалис не пережил той битвы. Он пал смертью храбрых. Случилось именно то, чего так боялся Артанис. Позже доблестный тамплиер был реанимирован как чистильщик. Но это был лишь отголосок того преданного сына Айура, которым он был при жизни. Благодаря великой жертве Акун-Делар, вторжение в целом развивалось успешно. Протосам удалось десантировать большую часть своих сил в районе Кересана. Вершитель Селендис поставила задачу расчистить местность и реактивировать сеть искривления. Это позволит Протосам быстро перемещать войска по полю боя, а раненых в случае необходимости переправлять для оказания медицинской помощи. Протосам, организованным клином, да еще и под прикрытием колоссов, удалось прорвать ряды зергов. Шаг за шагом они зачищали один улей за другим. Каждый очищенный канал искривления позволял переправить на поверхность все больше и больше воинов. Артанис был горд за свой народ. То рвение, с которым тамплиеры шли в атаку, дарило надежду. Надежду на скорое возвращение родины. Зератул наблюдал за тем, как развивается вторжение. И хотя вроде бы достижения тамплиеров были очевидными, его не покидало чувство тревоги. И не зря. Хотя вся поверхность Айура была усеяна дикими зергами, лишенными хоть какого-то тактического мышления, Прилат заметил, что одна из стай проявляла признаки координации. И казалось, будто невидимая рука направляла их действия. Это заметил и Иерарх, а потому приказал воинам быть более осмотрительными. После последнего канала искривления разгорелась особо кровавая битва. Протосы шли в бой, не щадя сил. Артанис всячески подбадривал истинных детей Айура. И вот, к всеобщему удивлению, на поле боя появились гибриды-опустошители. Как резюмировал Зератул, это они взяли стаю зергов под контроль. И если эти существа уже добрались до Айура, дела совсем плохи. Тем не менее, Протосам удалось одержать победу. Последний канал искривления был очищен. И это позволило подключиться к псионной матрице Айура. Теперь далаамы могли с легкостью десантировать войска в любую точку планеты. На самом деле, это очень значимое достижение в текущей военной кампании. Артанис поблагодарил воинов за доблесть, а сам передал бразды командования вторжением вершителю Силендис. Поскольку ему необходимо было переговорить с Зератулом. А обсудить им следовало многое. Прилат и Иерарх высадились на поверхность родного мира. Закат и руины некогда величественных строений навевали боль и грусть от утраты. Раскинувшийся пейзаж был совсем не таким, каким Протосы помнили его за тысячелетия до этого. Последняя война, о которой предупреждал Зератул, началась. Он рассказал Артанису о своих видениях. Об апокалиптическом будущем, которое может их ждать, если гибриды с Амуном одержат победу. Вся их цивилизация будет стерта с истории. Да что там, это будет конец всего сущего. Артанис поинтересовался, ведь Зератул упоминал, что знает, как противостоять Амуну. И прилатки внул в ответ. Он рассказал о видении в храме Эрис, об артефакте, известном как Ключ. Этот предмет сейчас находится на планете Кархал, столице тиранского доминиона. И он сыграет решающую роль в войне против темного бога. Пророчество гласило о противостоянии Зелнага и Амуна в конце времен. Зератул полагал, что Зелнага живы. Истинные Зелнага, которые лелеют жизнь и творение, а не смерть и разрушение. И именно Ключ должен привести их к Творцам. Артанис склонил голову, чувствуя и бремя ответственности, и бремя вины перед Зератулом. Он всегда верил Прилату и прислушивался к его советам. Но сейчас поступил вопреки его воле. И возможно зря. Но тяжесть лидерства обязывает его принимать тяжелые решения. И иногда он сомневается, что готов был занять столь высокий пост. Гораздо проще нести ответственность за самого себя, а не распоряжаться миллионами жизней вверенных тебе протасов. Не только воинов, но и гражданских. Женщин, детей, целой цивилизации. Прилат подбодрил Иерарха. Если кто и мог наилучшим образом справиться с этой ролью, то только он. Артанису не следует убегать от своей судьбы, а принять ее с гордо поднятой головой. Таков путь перворожденных. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат. Зератул направился к своему кораблю. Если на данный момент артефакт действительно у Джеймса Рейнора, то наверняка он не откажется передать его старому другу. Однако, к изумлению Неразима, Искатель Пустоты оказался разрушенным. Корабль, который многие годы верой и правдой служил Прилату, и по сути был для него вторым домом, был полностью уничтожен. Зератул как будто потерял еще одного друга. Не успел он об этом подумать, как из-под земли вырвались зерглинги. К счастью, сталкеры среагировали молниеносно. Они сразу бросились на перехват, чтобы защитить Прилата. Произошедшее вызывало замешательство. Этот район должны были уже давно очистить от зергов. Что-то было не так. Зератул приказал сталкерам двигаться к ближайшему Нексусу и предупредить собратьев. Возможно, следует ожидать атаки Роя, откуда раньше не предвиделось. Сам же Прилат отправился на разведку. По пути сталкеры наткнулись на многочисленные засады. Как будто зергами вновь кто-то управлял. Добравшись до Нексуса, они обнаружили, что база полностью пуста. Ни патрулей, ни дозорных, ни даже зондов, собирающих ресурсы на нужды армии. Очень подозрительно. В этот же момент на связь с Прилатом вышла Селендис. Ее мысленный голос был очень тревожным. Она не чувствовала присутствия тамплиеров к хале. Просто пустота. Зератул тоже насторожился. Ведь это невозможно, если только не отсечь нейронные узы, либо использовать сильные ментальные манипуляции. Неужели гибриды что-то сделали с тамплиерами? Селендис сообщила, что она не чувствует и Артаниса. Лишь одна пустота. Это необыкак напугало, казалось бы, даже такую бесстрашную воительницу, как она. Зератул ответил, что тени сгущаются. Нужно немедленно найти Артаниса. Он в смертельной опасности. Селендис выделила Прилату своего лучшего фазового кузнеца. Каракса. Он поможет активировать Нексус. Зератулу понадобятся силы и армия, чтобы отыскать иерарха. Это первостепенная задача. Зератул, спаси Артаниса. Пока Темный Прилат накапливал силы, его база стабильно подвергалась атакам со стороны зергов. Но благодаря точным расчетам и калибровке Каракса, практически все врата искривления были в кратчайшие сроки приведены в боевую готовность, что позволило достаточно быстро перебросить воинов на подмогу. Сформировав полноценный штурмовой отряд, Зератул выдвинулся на поиски. Пробивая сквозь толпы зергов, он обнаружил несколько пилонов пустоты. Должно быть, какое-то из передовых подразделений оставило их здесь. Впрочем, неважно. Это позволило призвать Неразимов на помощь, существенно увеличив количество войск. Но дальше случилось то, чего Зератул больше всего опасался. Его отряд подвергся атаке со стороны Кхалаев. Зератул, предавший Кхалу, умри! Как и на Закуле, разум этих тамплиеров был одурманен сторонним влиянием. Зератул предположил, что здесь, как и прежде, замешаны гибриды. Пробиваясь все дальше к замеченной на горизонте базе Даламов, Прилат с ужасом для себя установил, что все протасы, что там находились, обезумели. Но Вершитель уже не отвечала. Прилату пришлось применить силу к потерявшим голову тамплиерам и со скорбью сердца прервать их жизни. Когда пал последний, он услышал слабый мысленный голос. Он дрожал. Но даже так Прилат смог определить, что тот принадлежал Артанису. Молодой иерарх изо всех сил сопротивлялся. Хала. Она была наполнена яростью. Эта ярость сковывала его разум, его движение. Ничего подобного никогда прежде не происходило. Он буквально терял над собой контроль. Хала порабощала его. Зератул поспешил ответить иерарху, что они уже близко. Он ни за что не бросит его. Но в этот момент разум всех находящихся на зачищенной базе протасов пронзил громогласный голос. Темный голос. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Сама поверхность Айора содрогнулась. И в тот же момент находящиеся рядом с Зератулом Зелоты ринулись в яростной атаке на Прилата. Лишь те, кто был лишен связи с Халой, а именно сопровождавшие Прилата Неразимы, смогли сохранить разум и самообладание. Зератул в ужасе осознал, что Амунд захватил контроль над Халой. Тамплиеры превратились в рабов. Темный Прилат бросился на выручку Артаниса. По пути он видел, как Деламы уничтожают друг друга. Это напомнило видение о гражданской войне между Халаями и Неразимами, произошедшей тысячелетия назад. Вновь перворожденные были ввергнуты в пучину хаоса и безумия. Зератул уже отчетливее слышал голос Артаниса. Но то, что предстало перед его взором, когда он достиг цели, наполнило его сердце скорбью и болью. Иерарх был почти потерян. Я... Я слышу его шепот. Борись, Артанис. Не так я буду поглотить тебя. Вечная ненависть. Он обширнил Халу. Твои нейронные усы сколуют тебя. Их нужно отсечь. Артанис. Твои нейронные усы сколуют тебя. Артанис. 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 Это тело… Все пропасы… Мои… Я верну этот порочный цикл… И ты не помешаешь мне… Жизнь… За Айурн… Ключ… Приведет тебя… Изелнага… Зиротул… Прости меня… Артанис был спасен… А вместе с ним надежда на светлое будущее… Участники последней войны по-разному отреагировали на смерть темного прилата… Кто-то вроде Джеймса Рейнера скорбил о потере старого друга и верного товарища… Кто-то вроде матриарха Ворозун не отличились особой сентиментальностью… Тяжелее всего было Артанису… Он чувствовал на себе бремя вины… И никак не мог простить себя за случившееся… Почему он не прислушался… Почему повел войска на штурм Айура… Колдалис… Зиротул… Тысячи тамплиеров были бы сейчас живы… А Золотая Армада вместе с Силендис не была утрачена… Они воевали не с тем врагом… Они не были готовы… Но теперь… Артанис сделает все, как говорил Зиротул… Он почтит его память… И постарается спасти их цивилизацию… Как напоминание о великой жертве… Иерарх надел на свою правую руку… Клинок искривления Зиротула… Таким образом… Дух Неразима… Даже в самые тяжелые времена… Поддерживал лидера Далаамов… И дарил надежду… Жертва Прилата не стала напрасной… Иерарх достиг Кархала… И получил от Рейнора ключ… Древний артефакт Зелнага… Каракс немедленно приступил к его изучению… И это позволило открыть невероятные свойства последнего… А также проложить путь к Ульнару… Колыбели Творцов… Последняя война была самым страшным… И наиболее разрушительным апокалипсисом… Что когда-либо обрушивался на Сектор Капрулу… Да и всю галактику… Шакурас… Планета, которая стала пристанищем для темных тамплиеров… После столетий скитаний… Была полностью уничтожена… Воразун стояла на мостике Копья Адунна… И смотрела, как наследие ее матери… Обращается в пепел… Не каждый выдержит такую картину… Но она твердо решила строить свое будущее на Айуре… Мире едином для всех Протосов… Разрушение планеты вызвало перегрузка храма Зелнага на Шакурасе… Это была необходимая мера… Чтобы лишить Амуна огромного числа порабощенных зергов… И Ортанис вызвался быть исполнителем… Смертельно опасная затея… Учитывая, что он оказался один в окружении сотен тварей… И когда, казалось бы, враг уже сломил его… В глубинах разума… Иерарх услышал напутствие темного прилата… Но никто из нас на деле не одинок… Сердца наших воинов… Связывает честь… Традиции… Мы ведем бой во имя многих… Герой… Что поколение за поколением… Принимают мантию… Темного Тамплиера… Незадолго до смерти Зератулла погиб и старейшина Маэндар… Он пал от руки мятежного темного Тамплиера Таэлуса… Это произошло буквально перед отбытием Золотой Армады на Айур… Старые друзья так и не увидели друг друга после встречи Валисарил… Но сейчас, возможно, их души где-то в пустоте… Делятся увлекательными историями минувших лет… Мечты Зератулла о том, что перворожденные встретятся таки с истинными Зелнага… Не оправдались… Достигнув Ульнара, Артанис обнаружил, что все они были мертвы… И хотя поддержки со стороны Творцов перворожденные не получили… Но благодаря вере, упорству и отваге… А также новым союзникам в виде Чистильщиков и Талдоримов… Они смогли изгнать Темного Бога из Кхалы… Тамплиеры вернули свой разум… Они добровольно отсекли себе нейронные узы… Избрав путь Темных Тамплиеров… Но потом, при поддержке Керриган… Все три расы отправились в пустоту… Протосы, Зерги и Тираны… Впервые за долгие годы обоюдной войны… Действовали сообща… Как единое целое… Единственный оставшийся в живых хранитель цикла Урос… Отдал свою эссенцию королеве Клинков… Чтобы та продолжила бесконечный цикл… Это был единственный путь… Единственный способ покончить с Амуном раз и навсегда… Чтобы воевать с Богом… Саре пришлось самой стать богиней… Амун был уничтожен… Вселенная спасена… Лидеры своих народов отправились домой… Чтобы восстанавливать свои цивилизации… Жизнь вернулась в привычное русло… Все благодаря тебе… Я воплощу нашу великую мечту о едином народе… Мы соберем выживших… Отстроим города… Мы отриним старые разногласия… И построим новое общество… Вместе… Мы будем вершить свою судьбу… Среди… Звезд… Сигнал бедствия, посланный Зератулом, так и не достиг Ульнара… Однако, именно он пробудил древних протосов и Ханрии… От многовекового сна… Очутившись в этом новом для себя столь изменившемся мире… Они начали искать свое место во Вселенной… Став еще одной силой в секторе Капрулу… С которой стоит считаться… На этом история Темного Прелата… Подошла к своему завершению… Я благодарю вас всех за внимание… Надеюсь, она вам понравилась… И позволила еще глубже узнать этого прекрасного и величественного героя… Я постарался максимально объемно и детально передать всю хронологию событий… Событий, которые сделали Зератула таким, каким мы его знаем и помним… Энтару Темный Прелат… Энтару Зератул… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Калифорькова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok